Балтийский вокзал Балтийский вокзал Балтийский вокзал Балтийский вокзал Мы стали научить, но это все делается автоматически в интернете, это все просто. А вот как будет оно уже в реале, когда я приду туда и скажу, а вы знаете, вот время пришло, а как с садом? Они мне скажут, что вы знаете, как-то так. Вот. Тогда будет, наверное, понятно. А вот мест, где можно погулять в округе немного. На улице Циолковского организован сквер с детской площадкой. Правда, он небольшой. Ну что этот вот бульвар коротенький такой, и нагрузка на него такая большая. Здесь и ходят и студенты из строительного техникума, и школьники. То есть здесь целый толк прямо иногда. Такой сквер в микрорайоне только один, и многие жители предпочитают прогуливаться в парке Екатерингов, который является ценным памятником истории и культуры России. Дворцово-парковый ансамбль этого парка возник еще в первые годы существования Петербурга. Однако до наших дней он не дожил. За годы своего существования парк Екатерингов претерповал неоднократные изменения. Периоды расцвета сменялись годами упадка. Последний раз идея полного воссоздания этого объекта возникла 10 лет назад. Однако до сих пор эта идея так и не нашла своего воплощения. В целом культурная жизнь округа весьма активна. Так, на Рижском проспекте расположены сразу два театра. Театр «Карамболь» и клоун-мим театр «Миммигранты». Здесь же на Рижском проспекте расположена хоровая студия «Арабеско» и клуб самодеятельной песни «Берег». С медицинским обслуживанием в округе проблем нет. Хотя районными поликлиниками многие жители не очень довольны. Вы знаете, я в свою поликлинику не хожу в районную, потому что там плачевное зрелище, полутемное здание и с одним врачом каким-нибудь или двумя там и очередями сидят громадными. Зато пожилые люди могут получить медицинскую помощь в городском гериатрическом центре, расположенном на фонтанке 148. Кроме того, на Циолковского дом 3 находится национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. Рядом с ним расположены противотуберкулезный диспансер и отделение скорой помощи. Ближайшее отделение пожарной охраны расположено на 9-й Красноармейской улице. Екатерина Семченко, Роман Рожков и Дмитрий Маклаков. БНТВ